помощь белгородского святителя иосафа в 1818 году белгородская помещица екатерина васильевна пурева буржуева засвидетельствовала помощь святителя иосафа за 14 лет до этого она потеряла двух детей и подозревала что причиной их гибели было неправильное лечение докторов молодая женщина в горе дала обет что впредь если господь дарует ей ребенка она откажется от врачебной помощи спустя год екатерина васильевна забеременела и неоднократно во сне слышала голос который повелевал ей поклониться мощам она не знала к мощам какого угодника ей следовало припасть и по беспечности молодости не особенно старалась узнать после родов екатерина тяжко страдала и в течение пяти дней оставалась близка к смерти младенец дочь клеопатра была здорова но вскоре заболела мать была в отчаянии но по обету полагаясь на промысл божий не решалась давать лекарства только тогда она вспомнила о необыкновенных видениях посещавших ее во время беременности и настойчиво стала расспрашивать мощи какого святого угодника покоились недалеко от места их жительства оказалось что в белгороде почитали святителя иосафа который к тому времени еще не был официально причислен церковью клику святых страдающая мать дерзновенно взмолилась если ты преосвященный иосаф богоугодный муж и святой праведник то молитвами твоими взыщи милосердие всевышнего о прекращении болезни детяти моего тогда я уверую что ты свят наплакавшись после молитвы екатерина пошла к новорожденной дочери и нашла ее веселой и здоровой словно никакая боль не мучила девочку в течение пяти дней с тех пор она глубоко почитала святителя иосафа и всегда прибегала к его помощи мария константиновна иванова жена корнета служившего управляющим имением помещицы синегубовой в харьковской губернии записала о чуде исцеления от мощей святителя иосафа своей семилетней дочери дарья в 1818 году вследствие длительной лихорадки глаза девочки покрылись бельмами и ребенок ослеп в течение трех месяцев дарья ничего не видела отчаявшись на страстной неделе великого поста мать усиленно стала просить о помощи святителя иосафа обещая отслужить по нему панихиду на другую же день утром ее маленькая дочь получила совершенное исцеление и с чистыми глазками встретила мать в 1852 году жену штаб-оротмистра марию петровну пузанову посетила скорбь воспалились кишки у ее 6-месячной приемной дочери ольги никакое лечение не помогало девочки становилось все хуже и родители ждали скорой кончины младенца переутомленная мать легла спать и во сне увидела в полном архиерейском облачении угодника божия иосафа святитель обратился к ней со словами вези ребенка ко мне иначе он умрет на утро она рассказала о своем сне мужу который пообещал на другой день отвезти ее с больным ребенком к мощам святителя ночью видение повторилось но по какой-то причине поехать в храм не смогли на третью ночь мария петровна увидела уже грозного владыку с архиерейским посохом который с гневом закричал что же ты думаешь ребенок сейчас умрет если ты не повезешь его ко мне крик разбудил женщину в страхе она проснулась и без отлагательства пять часов утра упросила мужа немедленно выехать в белгород придерживая на подушке чуть живую девочку с трепетом прислушиваясь к ее дыханию привезла крепко спящую крошку к святому угоднику после того как отслужили у мощей святителя иосафа молебен святому николаю чудотворцу и панихиду по угоднику божию иосафе больную девочку накрыли накидкой с главы святителя ребенок зашевелился и при выходе из пещеры впервые за последнюю неделю попросил есть после этого ольга быстро пошла на поправку в 1855 году у марии петровны пузановой родился долгожданный сын николай в возрасте восьми месяцев ребенок заболел во рту образовались водяные пузыри вспыхнула температура три дня мальчик горел в огне отказываясь от молока надеясь на милосердие угодника божия иосафа мария поехала в белгород оставив сына с кормилицей на паперте закрытого храма женщина отправилась на поиски чередного иеромонаха с просьбой отслужить молебен святому николаю чудотворцу и панихиду посвятителю и асафу вернувшись она с изумлением обнаружила что кормилица спокойно кормит ребенка пузыри исчезли и дитя было совершенно здорово источник белгородский чудотворец